В законе Российской Федерации четко прописана модель поведения работодателя в случае мобилизации. На сегодняшний день на руководителей предприятий и организаций возложена обязанность содействовать государству при осуществлении воинского учета. Иными словами, если об этом попросят в военкомате, работодатель должен под подпись вручить повестку работнику. Для этого представитель военкомата должен передать повестки работодателю. Но в случае, если интересующий сотрудник находится на больничном или в отпуске, работодатель не обязан его искать, чтобы вручить документ. Если вдруг представитель военкомата пришел к работодателю, а у него в отделе кадров уже лежат приказы на отпуск, возможно, больничный, таким образом работодатель может подтвердить, предоставив копии этих документов, что он не может вручить таким-то сотрудникам повестки. В законе ничего не говорится об удаленке, поскольку когда он принимался, такой формы работы еще не было. При этом в случае работы удаленной сотрудник может находиться в другом городе или даже стране. И вручить ему повестку лично работодатель не сможет. Исходя из общих принципов, скажем так, права и наступления ответственности, если работник находится на удаленке и работодатель не имеет возможности ему лично вручить, я, как юрист, считаю, что такой работодатель должен быть освобожден от ответственности, если он докажет, что он предпринял действие, например, он позвонил, написал работнику, предупредил, что есть повестка, пригласил прийти, работник не пришел. Я лично не считаю, что работодатель обязан за ним бегать и к нему домой бежать. Военкомат имеет право запросить у организации списки сотрудников, подлежащих мобилизации. Но не по телефону, а только в письменном виде. Ведь речь идет о распространении персональных данных. В случае невручения сотруднику повестки со стороны работы дателя для последнего предусмотрена административная ответственность. Должностному лицу грозит штраф до 3000 рублей. Виктория Шарая, Василий Колдашов. События.